Я? Хлопнул. Добрый день, вечер. Это шоу «Без переплета». Я Максим, и у меня в гостях инженер микроэлектроники, батл рэпер, участник всех возможных площадок, которые были и есть в России и во всей Киргизии. Участник самого популярного рэп-объединения «Замай». Здорово. Привет. Здравствуй, друг. Сегодня обсуждаем Вильяма нашего Шекспира «Король Ричард Третий». Расскажи, почему ты выбрал эту книгу, почему мы будем о ней говорить? Слушай, ну это сложный, конечно, вопрос. Вот когда задают какой-то вопрос, какая твоя любимая книга, блядь, это невозможно практически ответить, потому что я достаточно молод, и столько книг нечитанных, столько денег потрачено на книги, которые стоят там в шкафу. Поэтому вот этот вопрос, он очень сложен, и когда тебе уже задают этот вопрос, ты всегда начинаешь думать насчет того, что может быть, да, там, любимой какой-то книгой твоей. И выбрать сделать невозможно, просто приходится говорить какую-то книгу, которая тебе интересна в данный момент, или, возможно, мысль о том, что она тебе интересна. Интересна, да. Вот. И я выбрал Шекспира «Король Ричард Третий», потому что она уже является такой классикой, которая, в принципе, даже и не зашкварная по-своему, потому что вот эта вся такая классика русская, она до сих пор достаточно спорная. Там очень много всего, много нюансов, да. А это такая вот, такой литературный памятник, который можно уже без каких-то там нюансов рассматривать, читать его и не думать о том, что там что-то наивное, что-то пафосное, что-то там как-то преувеличенное или смехотворное. Ну, оно вот есть такое, какое оно, есть у нее вот этот, есть период времени, да, на который можно со стороны посмотреть, и он как бы не смехотворен, скажем, там как много классика, которая, типа, ну, многим она нравится, но очень много вопросов. В общем, это такая классика, литературный памятник, которому, в принципе, можно воспринимать, вот как он есть непосредственно, и, типа, вопросов никаких не возникает. Это вот оно-то было такое, и оно как бы завоевало себе какое-то такое место. Это я как бы все говорю только от себя, там многие люди не согласятся, оно завоевало свое место, и я могу на это смотреть спокойно, на много литературу как бы я не могу смотреть спокойно, там есть какие-то, всегда возникают нюансы. И смотри по поводу смехотворности. Много но. По поводу смехотворности у меня сразу есть цитата, которую вот я читал, тут матери оплакивают своих погибших сыновей, и они оплакивают следующим образом. О, наш отец, отец наш милый Кларенс, увы мой Эдвард, Кларенс мой, увы, моя опора, Эдвард, ты погиб, опора наша, Кларенс, ты погиб, сыны моя опора, вы погибли, таких мужей не хоронили вдовы, таких отцов не хоронили дети. Это же смешно, это реально, мне кажется, смехотворно. Просто я смеялся. Как ты прочел, это смешно, слово погибель. Ну, типа, вот смотри, вообще, в принципе, когда я читал эту книгу, готовясь к интервью, у меня была вот такая просто одна вот мысль постоянно, что, блин, скучно, все эти входят, уходят, какие-то перечисления имен, титулов, ты уже, не знаю, в десятой странице, мне кажется, ты теряешь вообще какую-то нить повествования, ты просто хочешь уже добраться, узнать, кто же там умрет-то в конце, и кто выживет, ты не считаешь, что вот сегодня сам формат вот этой вот пьесы, вот именно вот этой классической английской, он, в принципе, настолько устаревший, что, ну, это невозможно читать и невозможно проявлять к этому интерес. Можно восхищаться как памятником, но действительно интересно это время. Ну, смотри, ты, когда, вот я всегда читал книги не ради какого-то там сюжета, да, вот эти всякие сюжеты и всякие там хитросплетения, они в школе еще доебали максимально, и я всегда, может, это мое такое искривление сознания, я исследовательским образом читал все книги, смотря, что они мне могут дать на уровне там языка, на уровне там судьбы самого писателя, который это написал, она же напрямую все это, то есть я никогда не рассматривал книгу как некое развлечение, которое я буду читать, и буду там наслаждаться, проводить прекрасное время. Мой мозг как работает, что я смотрю на эту картину в общем, и когда ты читаешь там Шекспира в общем, ты относишь, я лично отношусь к этому, как к слепку вот той литературной традиции, которая, безусловно, уже отжила свое, не обязательно, он должен быть актуальным, это вот, как я говорил, типа та классика, на которой ты просто смотришь, вот как оно есть, и ты можешь, типа, оно может быть близко тебе, может быть не близко, это вообще не важно, ты смотришь, и опять-таки это перевод, это перевод на русский язык, да, там все-таки это перевод, это вообще такая сложная тема вообще, могут ли быть существовать переводы, да, это такой до сих пор вопрос, который стоит перед многими, и потому что их какая-то пафосная речь в пересказ, в переводе на нашу, вот такую пафосную, выспренную речь, она может быть и иметь разное отношение, то есть мы к этой речи из-за того, что мы как бы наследники там Советского Союза, да, там какого-то такого скептического отношения ко всему дореволюционному, мы на это одним образом можем смотреть, а то, как это тогда было, ну, может совсем по-другому, то есть надо делать определенные скидки, и зачем ты это читаешь? Ради удовольствия кого-то, конечно, это никакое не удовольствие, это очень театральное. А то есть в плане языка тебе что-то конкретно Шекспир дал? Ты как-то использовал какие-то его приемы? Ну, не знаю, я никогда из литературы напрямую что-то не заимствую, может, просто она откладывается на уровне каком-то таком общем, так сказать, на уровне того, что она откладывается тебе в размышления по поводу того, что такое литература, как она может существовать, и в перевожении именно на мою какую-то вещь, да, мне интересно, как это написано. Это вот написано так, как оно есть, оно старо, но это и так старо, как какой-то там, 1600, там, пятый год, какой-то год. А тут у меня написано сзади. Давай. 1590 сарова, ну, там близко к тому, да. Поэтому, Бессон, как ты, тут вопрос, с самого начала, начиная что-то такое спорное, ты должен решить, каким образом ты будешь к этому относиться. Да, то есть, безусловно, уже много. Смотри, вот мы все-таки перейдем к содержанию, потому что меня содержание интересует в книге, очень сильный весь сюжет, и тут на самом деле очень много актуального имени в плане каких-то, ну, не в плане формы, а именно в плане содержания, тут очень много актуальных моментов. Тут присутствует мой любимый сексизм. Вот, Бекингем советует Ричардовым дословно «Сыграйте роль девицы, твердя «нет-нет, берите, что дают». Тебе не кажется, что это идеальное описание девушки, женщины, особенно в начале отношений? Вот прям «Сыграйте девицу, сказав «нет-нет, берите, что дают». Это же просто шикарно. Она заказывает типа только салатик, а потом ты уже заказываешь стейк, она говорит «да, тоже нормально, если ты сам предлагаешь». Я хотел, чтобы ты что-нибудь сексистское сказал просто. Женщины – это не люди вообще. Yeah. Можно заканчивать на этом передаче, мне кажется. Так, дальше про женщин. Ричард Третий, собственно, тогда еще «Глостер», 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 он убил отца и мужа Анны и говорит о том, что можно женщину смягчить, лишь самому ей став отцом и мужем. Вот, что, наверное, справедливая мысль, опять-таки, для 16 века. Но он ее там нормально укатал вообще в краткие сроки. Там просто за пять страниц он ее развел, она просто отнедливилась. между ее отношением к нему в самом начале и в самом конце, когда… Это какие-то дичайшие уроки пикапа, когда к тебе подходит горбун, там, не знаю, с каким-то оспеном или цель, который убил твоего мужа, отца, и просто за пять страниц вот этого произведения… Ты знаешь, что на самом деле человек, исторический Ричард III, у него всего лишь косое немножко одно плечо было. Он не был тем горбоном. и вообще там все искажено, он совсем другим по большому счету человеком был. То есть хорошим пацаном аж эксперт просто. Ну, он вообще, мне почему нравится история Ричарда III, он быстро достаточно взлетел к вершинам и быстро с них в бою сверзся, погиб. Но я, к сожалению… переповал немножко и… Я в историческом аспекте не очень… почему-то я не освежил этого, я только за книгу убрался. Получается, ну, как я могу судить по Шекспиру, он правил-то несколько месяцев, наверное, да, или что-то такое, типа меньше года. типа такого. И самое интересное, что вот все, что написал Шекспир, это в основном такая… по… он по Томасу Мору это все переписал, а Томас Морр отыгрывал пропаганду уже последующих этих… там же вот на гибели Ричарда Третьего как бы оборвалось вот это противостояние белой и Алой Розы, да, и как бы пришедший этот Ричмонд из какой династии был там вот, это был Йорк, да? А, да, да. ну, оба они были платонгенеты, ну, в общем, и они как бы на Ричарде Третьем отыгрывали, что он, значит, хуёвый, а нам как бы более по праву трон принадлежит, а вот он как бы злодей там и младенцев убил там, подростков, и так далее. Ну, получается, что в памяти поколений всего… А Шекспир, он как Феликс Бондарев же был, он отыгрывал, отыгрывал все самые как бы требовательные, ну, были хайповые моменты на тот момент, да, он как бы под заказ писал, в принципе, и ничего сам не придумал, все было такое, он переписывал уже известные сюжеты, ну, то есть их делал правильно, как бы красиво оформлял, там, редакторскую работу совершал, то есть, доводил до ума какие-то там сказания, легенды, предания. Ну, короче, просто зарабатывал бабки твоих. кстати, да, он зарабатывал деньги. Ну, это же позиционируется как хроника вообще в Шекспире. И Генрих IV. Паш, и Генрих IV, да. Это кто? У нас же был… У нас другой был. Ну, ты думаешь, на судиоте вообще… Друзья, я вот недавно… там с черной я вот написал недавно такие… я недавно такие строчки написал, которые объясняют присутствие этого молодого человека в кадре. Ирина Аллегрова, Квинн, Александр Розенбаум, вот одно из многих, что мне в детстве ставила мама. Сейчас хуйню эту не слушаю, я не долбоеб. Мой любимый музыкант нынче Артем Маргунов. Да, лучше музыкант меня. за вас. Я петлицу оторвал. Блять, лучше ты хуй себе оторвал. А что, она работает? Не, она не работает. Просто положили в сторону и погружайте. это хуёво петлица. возвращаемся к нашей передаче. к нашим ответвлениям. Вот, собственно, продолжим с леди Анной, которую достаточно легко Ричард III затащил свои лапы. Он даже потом удивлялся, каково… Вот, и леди Анна, она ещё до того, как, собственно, ему дала, она ему проклинает сначала. Ну, это любовная игра, типа, отойди там, всё такое. Нет, слушай, вначале всё было искренне. Ну, она её плевала в лицо. Кто-то интересовал, как бы мужа её… Вообще, это может какой-то тоже элемент сексуальной игры. Так он сказал же, что всё сделал ради этого. Ну, там, кстати, дело, вот, пожалуй, не так много прям моментов, которые были интересно читать в плане вот какой-то вот этой подачи, формы, но вот очень крутой момент было вот с этой, с Леди Анной и с Ричардом вот этих диалог. Батл-рэп. Такой он, своеобразный. Вот. Я бы… Ну, там слишком… Ну, то есть, у Ричарда мне нравится, у него доказательная база и логика прямая. У него всё одно за другое. Это, типа, почему убил? Так они клеветали там. Это… Почему мужем его, как бы, короля, да, убил? Так ради тебя. Ну, да, так он парирует там всё очень… Блин, всё-таки, наверное, надо прочитать пару цитат, чтобы… Да, да. Чтобы эти жалкие клипеи, которые никогда в жизни не читали, раскупили весь тираж. Весь тираж 58-го года. 58-го года, то есть, жалкие эстетишка, потратил всю сумму, заработанную на лайках на эту книжку. Так, вот. В 96-го года изданял. Хочешь ты прочитать? Нет, читай. Зачем ты вот так нужен? Ну, да. Так, вот, это хорошо, когда Глостер говорит, «Немедлеже я гены их убил, но в этом красоту свою вини. Удаль скорее, я этого досразил, но твой небесный рик виновен в этом. Меч подними или вознеси меня». Леди Анна отвечает, «Встань, лицемер, мне смерть твоя желанна, но я не стану палачом твоим». Глостер говорит, «Тогда скажи, я сам покончу с жизнью». Леди Анна говорит, «Уже сказала я». «То было в гневе», отвечает Глостер. «Скажи теперь, и я рукою этой, убившую из-за любви к тебе, твою любовь в отчаянии убью, любовь другую, что сильнее безмерно, и смерть обеих на тебя падет». Вот, короче, да, пикап замечательный. «А ты говоришь, что смехотворно читать тебе было, и…» «Ну ладно, тут я уже дам, потому что я и все». «Надо паралям читать». «Надо представлять, что это как бы на подмостках все происходит». «Типа вот это, когда английский, типа вот этот там «балаганчик», там вот эти, «петрушка» на этих штуках. «Ну я не знаю, кто у них там был? А как, кстати, «петрушка», «пиноккио» там? Кто? «Чиполины». «Ну типа с носом такой большой». «Ладно, пока». Так, короче, «Леди Анна, проклиная Ричарда, говорит о том, желает, чтобы дитя его родилось убогим недоноском, то есть хочет отомстить, соответственно, отцу через сына. Насколько это справедливо и отвечает ли сын за отца? Как ты думаешь? Ну, в этих реалях, конечно, отвечают. А в 37-м? А в 37-м только карта ляжет. Хорошо. То есть, когда? Когда? То есть, мы не можем это все поверято, что мы читаем, это не думая о сегодняшнюю. Хотя, ты говорил про сегодняшний день. Ну, что тебе показалось именно актуально на сегодняшний день? На сегодняшний день? ты сам в начале говорил. Собственно, куча. Допустим, там есть очень хороший момент, когда Бекингем стоит с лордом мэром Лондона, еще там какие-то люди, и которым он объясняет, почему Глостер как бы крутой. Да. Он придумал там такой пиар-ход, что Глостер выходит с двумя священниками, и он им затирает. Мне кажется, Бекингем в данной ситуации выполнял роль телевидения, которое просто вот... Ну, смотри, а толпа там обезмолвствует. Нет, она сначала обезмолвствовала, а потом подключилась ТВ, как бы все СМИ рассказали, что Глостер крутой, и толпа такая, слушай, как бы получается, что так. и там очень много, на самом деле, вот таких аналогий с сегодняшним днем. Что-то еще там было хорошее. С русским рэпом очень много аналогий. С русским рэпом? Ну, возможно. как нам подают каких-то вот этих всех людей. Кто Ричард Третий сегодня в русском рэпе? Я? Ты? Блин, я хотел спросить, ну ты меня перейдил, черт. Ладно, так, а кто-то ничтожество, что-то вниманием завладело. Толп. Вот этот вот Ричмонд, это у нас получается, кого ты будешь побеждать в конце? И может победишь? Слушай, очень сложно, потому что Ричмонд выведен благородным рыцарем. Ну, у нас есть один благородный рыцарь? Евгений Алехи? Я думал, Оксамирон. Благородный рыцарь? Да. На что-то не похож? Нет, не похож. Рейеры. Все благородные рыцари-евреи, я думаю. Все благородные. Ладно, мы куда-то уже... Ну ладно, ну... А подожди, но он же из Англии, как раз благородный рыцарь с тех берегов, приехал в Россию. А тут ты все занял. Надо врага своего, как бы, лучше про него говорить, чем он есть. пусть будет. Ладно, победит. Зло всегда же... Вот самое интересное, что я, как бы, все-таки считаю, что зло должно побеждать всегда. Это прекрасно. Вот. А тут, как бы, Ричмон побеждает, да, вроде как добро, но знаешь, что зло побеждает всегда. Смотри, тогда... Тут не так однозначно фигур... На самом деле, в книге Ричард Третий прям вот ему все, да, он там рубит головы, там подставляет, не выполняет обещания, данные. Но, я не знаю, как в английском, там, языке на тот момент, вот эти все, их кульбиты, смысловые и так далее, но он, как бы, не особо злодеем там выглядит. Он просто, у него такое, зло такое, первородное такое. Ну, видишь, он, во-первых, убивает вообще всех, кто стоит на пути. Ну, очень так все логично делается, что типа такое, ну, окей, нормально. логично. Прям он не супер какой-то там... В смысле, он потом начинает и своих гасить соратников, революция пожирает своих сыновей, типа вот Троцкого, то есть Бекингема, он тоже. такое же, очень так все. Смотри, про зло. Приятно все. Про зло. Мне очень нравится вот это. У меня почему-то момент, когда двое убийц приходят в замок, он в прозе. Я не знаю, это задумка Шекспира. Это хорошее, вот мне нравится этот момент, когда, да, они к Кларенсу, да, они там приходят? То есть, это так и было у Шекспира, просто переводит. А вот интересно, я, кстати, на этот счет не знаю, но это же единственный момент, который в прозе. Единственный момент, когда они между собой разговаривают, и как бы, я не знаю, это какая-то театральная штука. Смотри, мне Шекспировед, я как-то особенно... простолюдина может, поэтому не такой высокий слог. Не, они про это вы говорили в стихах тоже. Там, да, они именно, когда переговариваются про деньги, это в прозе, и потом они уже... Вот, смотри, в общем, очень-то интересно. Понравилась мне вот такая цитата, когда говорят про совесть, и второй убийца говорит, совесть опасная штука, она делает человека трусом. Ему хочется стащить что-нибудь, она его обличает. Ему хочется вырубаться, она его удерживает. Только что он задумал речь в постель с чужой женой, как совесть его уже застукала. Это все... Во-первых, ты спал с чужой женой? Нет, конечно. Другался, знаю. А воровал что-нибудь? Евгений Алехин постоянно ворует. Ну, пару строчек там, вся он спиздил. Нет, я имею в виду вещи в магазине. Нет, не воровал вещи в магазине. А что у тебя... Ладно, за какие-то другие поступки. Совесть тебя часто мучает? Совесть. Или ты ее задушил, так же, как второй убийца? Сложно, сложно. Ну, когда тебе последний раз мучила совесть? Прямо тебе было стыдно за что-то прям, вот невероятное. Ну, не знаю, поругался, как обычно, с кем-нибудь там, вот, в банальных бытовых ситуациях, там, с бабкой какой-нибудь сраной. Типа, что ты не уступила место, или что там садила? Нет, нет, ну, просто там, как, я люблю в очередях ругаться, вот, это самое... самая мерзкая, вот эта уебищная, ругань в очередях, да, там, с кассиршами, с кассиршами, какими-то там, которые там не торопятся, или творят дичь, какой-нибудь там, пробивают дополнительный, укроп, а у тебя была какая-то ситуация, что ты в очереди ругаешься с какой-то бабкой, и там стоит какая-нибудь девушка, которая говорит, замай, ты же известный, Андрей, прекрати. Узнавали тебя в таких ситуациях? Слушай, да, ну, меня вообще, я думаю, часто узнают, но многие люди боятся ко мне приблизиться, или что-то вымутать, потому что ты ругаешься постоянно стоишь с кем-то. Потому что, да, у меня образ такой, типа, уебка. К счастью. К счастью. Ну, что какие-то такие, причем самые уебищные, не какие-то высокопарные, там, предательства, или... Меренькие. Боровство, да, такое, самое мещанское такое. самое. Какая особенно думаешь, блядь, какой я буржуа духа. Я жалкий плебей, просто ничтожный человек. Кого-то нахуй послал-то. Ну, что? Все мы. Так, все мы такие. Смотри, королеву Маргариту изгнали из страны в свое время, там, она потом возвращалась, и когда она вернулась, она говорит, злея участь прозябать в изгнании, чем встретить смерть в чужом краю. У тебя когда-нибудь бывали мысли об эмиграции, и что может заставить тебя уехать из замечательной, светлой России? Это утверждение, что Россия замечательная. Ну, это и так от себя. Ну, вы из... просто из России. слушай, мне кажется, все... кратковременно пребывают в Европе или где-то в других местах, им все кажется таким прекрасным, а не таким, как в тирании, да, в деспотии. Вот. Поэтому, конечно же, иногда посещают такие мысли, но это... это такая... такой шаблон сознания русского интеллектуала. Это химеры такие, непонятно на самом деле это все, или это, как бы, язык в тебе, вот эти смыслы, они там, как бы, в конфликте пребывают с обстоятельствами, да, с идеальным тебе... Конечно, как к этому на самом деле относиться, непонятно. Вот многие считают, что, если бы Пушкин не погиб, да, на дуэле, его все так доебало и доконало со всех сторон, что он бы эмигрировал. Хотя... О чем не нравилось-то тут? Все у него нормально вроде бы. Слушай, ну, он так не считал, ему как-то противника было. Спалованные интеллигенты эти русские. Ну, слушай, его там держали сраным камер-юнкером, там, да, в предваре. Бабки-то башляли вроде, Ну, так он-то хотел, он-то понимал, что кто выше него, там, какие-то ничтожества, а он поэт-то настоящий. И он, как бы... Тебе нравится Пушкин? Да. Ну, по стихам, я имею в виду, никак там. Пушкин, да, ну, у него, конечно, много каких-то, наверное, неудачных, скажем так, стихов, ну, очень много точного. Я, то есть, причем, Пушкина с какими-то, с годами, да, больше люблю. Потому что, как в школе, там, или там, в детстве, он кажется, просто, типа, блядь, Пушкин, там, Евгений Онегин, дядя самых честных правил, там, вот это. А так у него, у него много очень, таких, точных замечаний. и он, у него есть и пафос, есть и самоюмор, как бы, и похабщина, и все, то есть, он живой, то есть, он и зашкварный, так, в кавычках, по-своему, как поэт, то есть, слишком такой, Кстати, по поводу слова правил, я вспомнил, что я как-то услышал слово правил, о значении порезать, ну, типа, сейчас тебе ножом попробую. Ну, да, да. Типа, мой дядя самых честных, самых честных, ну, да, это, постмодернистским, я думаю, кто-то уже переосмысливало, скорее всего. Так, про эмиграцию поговорили мы, про совесть мы поговорили. Говорится, ты предал родину в Америке, ебут в рот тебя. Ну, знаешь, такое, похоже на Бабангину. Бабанги, да. Так, смотри, вот, собственно, наверное, переходим к тому, что вот сегодня прям актуально, нет, еще один вопрос, про неактуальную, про такую неактуальную вещь в наше время, как благородство и прочее. Когда вот казня Триверса и Грея, они не умаляют о пощаде, а вот только переживают там за судьбу Родины, там и прочее. Ну, это, собственно, во всех вот этих классических произведениях, там, когда приговаривают казни, там, люди только говорят, ох, лишь бы Англия была жива, там, а меня, там, убейте. И вот, собственно, у меня такой вопрос, это все позерство, что вот, типа, пусть меня запомнят таким вот крутым, как, не знаю, Гумилев там перед расстрелом, сигаретка, типа, не моргнул, с глядом смотрел в глаза палачам, или это, не знаю, болезнь, патология, ну, потому что мне кажется, что перед расстрелом человек должен, ну, как минимум, плакать, вспоминать родных, там, я не знаю, близких, а не говорить, а не говорить, ну, ах, плевать на вас, поганые палачи, воздастся вам векам. Ну, тут такой вопрос, либо измельчал род человеческий, либо все-таки это литературное такое преувеличение, да. Тут же, опять-таки, типа, возможно, тогда таким образом следовало изображать... Какие можно было так жить? Этих людей, да, а те, кто плакал, это были, там, ну, самые жалкие. А то есть, на самом деле, ты думаешь, они все-таки плакали? Ну, скорее всего, конечно. То есть, за тысячу лет человек, мне кажется, не особо изменился? Да, ну, конечно, чувство самосохранения. Ну, как бы ты хотел умереть? Я просто, скорее, подумал, я вспомнил, вот, как в гробу прекрасно Лил Пип лежал. А я что-то не помню. Он так лежал, и у него вот так руки были, вот тут у него все вот эти перстни воровские. Бля, я что-то не помню, я попустил на фото. Я помню, у него был розовый пиджак, у него был розовый пиджак, и какие вот эти перстни воровские, как будто, понимаешь, он в 90-е не пережил свои. Я помню церемонию похорон, где там выходила мама, его что-то очень молодая, такая достаточно красивая, что-то там рассказывала, рэп там играл, там все эти пацаны. А этого, блядь, X, 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 Синьона хоронили уже? Да, у него прекрасный такой... Я видел футболки у всех были одинаковые, которые заходили там на порту. Ему такой мавзолей уже возвели очень в краткие сроки. Слушай, это же реально 90-е. Ну вот эти наши все... Я охуел, у него реально такой нормальный такой, каменный вот этот, как это называется? Мавзолейчик как? Огромный камень? Нет, ну такой вот такой, домик такой, над могилой. Мавзолей называется? Склеп, да, склеп. И мне больше всего я угорел дико от того, что там типа его имя-фамилия была маленькими буквами написана, а крупными, что это XXXTENTENTION. Ну главное... Вейн, было бы круто, если бы все наши преступные авторитеты слушали этот клауд-рэп новый, ну потому что они живут так, как хотят жить. А у нас все современные преступные авторитеты слушают рэп, трилл, пил, лизер, флэш. Кто? Что? Лизер, флэш, трилл, пил. Это напитки, фили. Да? Преступные нафигские, запрещенные. Ладно. Как Янглин, знаешь, есть такой запрещенный? Янглин я знаю. Это какой-то датчанин. Почему ты так хотел сказать таджик? Не знаю почему. Швед. Для датчанина шведка как таджик, короче. Ну, типа, жалкий. Так, смотри, погнали по актуалочке. Таджиков люблю. Нет, выпьем. Я не знаю, как раз в этой игре. Стакан пуст. Стакан пуст. Можно мне, в принципе, в этот же, можно новый. Так, подождем. Что-то у нас не садится еще аккумулятор? По-моему, все у нас получается очень красиво. Очень хорошо получается. Спасибо. Так, еще воды нужно? Да, пока хватает. Начали. Вторая часть. Вторая часть. Ну, нет, это, ну, похер. Погнали по актуалочке. Давай. Погнали по актуалочке. Давай. Есть цена, когда, нет. Жаль. Когда к королю Эдварду приходит лорд Стэнли, все эти имена, и просит помиловать его слугу, который нечаянно убил какого-то вельможу. И король Эдвард, он не милует, но только потому, что был в плохом настроении. А понятно, что он до этого так много раз уже делал, там, и все. Периодически, когда там какой-нибудь судья, который в пьяном состоянии, на машине, в Москве, сбил насмерть трех человек, выходит из тюрьмы, все-таки кричат, ну, как же так, вы че? А кто-то, видимо, тоже так же попросил у каких-то главных, и он выходит. Может, это типа нормальная ситуация, что власть имущие могут достаточно легко избежать наказания за убийство, раз все это происходит там уже на протяжении, ну, как минимум, четырехста, а скорее всего и тысячи лет. они всего лишь их поведение укладывается в рамки жанра, Ну, типа того, что, ну, это всегда происходило, типа, и кричать о том, что, в России беззаконие, вон там, убили там простого человека, а вот потому, что он там в Госдуме, он вышел из тюрьмы, так это нормально, так всегда и было. Типа, что орать? Это нормально, ничего, так вот ты вот сам будешь, когда человеком властным, ты же будешь использовать в каких-то целях? Что-то как-то поспособствуешь, вот, Артем, и скажешь, ну, он же нормальный пацан, он нормальный пацан, ну, что, как бы, ну, ладно, пусть будет. А ты бы использовал, если бы, я была какая-то, или вот, там, не знаю, тебе дали бы бишкек, мэром тебя, сделали его, сказали, ну, в принципе, ты бы, типа, набрал администрацию своих родственников? Да, конечно. А если бы все пошло по пизде нам? Да, все, стопудово по пизде пойдет, гадалки не ходили. Когда в бишкеке было хорошо? Типа, это так. Да, да не, просто как бы, а что, ну, то есть, надо смотреть право в глаза, набрал, как Ричард Третий, похайповал пару месяцев, и, а умереть, не страшно потом? Или ты думаешь, ну, похуй, там, завтра непонятно, чего вы по-русски, кого, иди, все, сейчас. Блин, да, типа, так у всех же такая психология. Ну, Так ее надо как-то менять, нет? Так, ну, постепенно, у меня тоже, наверное. Постепенно, постепенно смягчение нравов-то происходит. Ну, в смысле, у тебя смягчение нравов-то в том, что ты развалишь бишкек, нахуй, тебя не убьют, туда в тюрьму посадить. Вот, и все смягчение нравов. Неплохо, раньше побили. А типа, а как сделать так, чтобы вот у меня не было желания развалить бишкека? Чего ты пристал в бишкеке-то, господи? У меня нет желания развалить бишкека. Все нормально, у нас нет желания развалить бишкека. Мне будут угрожать, мне кажется, Да, ну, типа, типа, как искренить это желание развалить бишкек? Да, да, слушай, да, конечно, под страхом наказания все изменения. Как наказание-то вроде есть. То есть, ты говоришь наоборот, нужно ввести смертную казнь. И тогда, ну, плановости, кумовство, оно все равно остается. Ну, где-то же его нет. Нет, оно есть везде, просто оно перерастает в другую. Где-то в больших масштабах. Оно проецируется уже не на семью, и на друзей, а на тех, кто поддерживает эту позицию. Ну, вот, например, Гамлет, принц датский. А вот в Дании сейчас есть кумовство? Янглинец. Конечно, есть. Или вот ЛГБТ-тусовка, трансгендеры не пустили, и неважно, прав он или не прав, все ему помогают, все это везде распиают. Да, да. Ну, потому что они скажут, мы вместе, потому что мы являемся той группой, которую притесняют. иначе мы не можем. то же самое кумовство. Так, нет, ну смотрите, кумовство, ну мне кажется, кумовство, оно должно иметь какие-то... А они говорят, паспорт не проверяли даже, не требовали паспорт. Да требовали. А они говорят, что не требовали. Это сам, кстати, этот транс хотел показать член, насколько я знаю, показания тех людей, которые присутствовали при этом. Ну, скорее всего, я думаю, что член показать любой человек хочет. Слушайте, каким образом от великого, блядь, Ричарда Третьего мы перешли к членам транса? А вот самое интересное, смотри, у Шекспира даже и не поднимаются эти вопросы, а мы, насколько мы уже всего лишь, сколько прошло, 4 века, и мы эти вопросы легко вот так вот жонглируем. И уже даже что-то естественное воспринимаем, мы как бы у нас нет какой-то... Слушай, я не знаю, но мне кажется... Постепенно, нравы смягчаются постепенно. В городе Белово Кемеровской области, мне кажется, не поднимают такие темы. Да слушай, вон Витяка говорил, что уже широкие штаны у них там не бьют. Уже не бьют в 2018-м. Ну, типа уже неплохо. А у нас в Кингисеппе, кстати, никогда не били в широкие штаны, у нас чуваки в широких штанах всех били. Ну, типа там Панков, Алисаманов. Самое интересное, что Бешкек был тоже рэперский город, и там рокеров пиздили. Ну да, так у нас так же. Я Алисаманом был просто. И тебя пиздили. Меня не пиздили, мне было 10 лет, меня не пиздили, потому что боялись убить, наверное. А моих друзей больших пиздили. Что-то, да, Виш, прикольно. Это тот самый город, в который Децил потом приехал делать концерты и все ветками качали. В Киндесерт? Да. Знаешь клип вот этот? Не было. В Киндесерт. У тебя есть Бешкек? А. В Ленобусе. Кинг. Ну, типа как Лос-Анджелес. Кинг. Кингис. Кингис. Кстати, нормальные все. Не, у меня нет вообще татуировок. А что так? Я написал, на мне нет татуировок, я не закомплексованный лох. Продолжаем нашу передачу. А то он мне ебало набьет за кадром уже будет. Есть еще актуалочка в Вильяме нашим шекспортом. Давай все-таки до конца. Ты считаешь? Ну да, постепенно смягчаются, как бы лучше становится жизнь. Потихоньку. Становится лучше, потому что мне кажется, что если я все-таки стану мэром Кингисепплей, я возьму свою тетю бухгалтером мэрии только в том случае, если она умеет работать бухгалтером. Она умеет работать бухгалтером. Но, и если у меня есть профессионал тетя-бухгалтер и профессионал бухгалтер не тетя, я, наверное, возьму тетю. Но если тетя-уборщица и есть профессионал-бухгалтер, я возьму профессионального бухгалтера и скажу тетя, а тебя я возьму уборщица. Конечно. Но типа Кумасо должно же иметь какие-то рамки? Ну если моя тетя реально гениальный бухгалтер, тетя Оля, 8-911. Постепенно, постепенно все как-то налаживается, просто скорее люди переживают насчет того, что это могло бы побыстрее происходить. Ну, возможно, оно типа не может быстрее происходить, достаточно философский такой вопрос. Вот, да, например, потому что вот датчане сейчас максимально прекрасно живут, у них там рабочий день там с 11 до 4. У них высокие налоги и вообще у них там, ну... А что датчане производят вообще? Высокотехнологичное всякое оборудование там и так далее. Да, да, всякие IT-среда, ну у них не так много людей. Ну, я к чему веду, что датчане живут сейчас прекрасно, а еще недавно, полвека назад, они прекрасного выфига, Динанда Селина, держали в жалкой какой-то хибаре, как бы типа без питания и так далее, а только под арестом из-за того, что он как бы якобы сочувствовал фашистам. Да, и они как бы... Он писатель был, всего лишь писатель, жалкий писака. Нет, вот его как бы держали там. У меня был один друг, который однажды в каком-то диалоге о литературе сказал «Луи Фердинанд Феллини». И был очень горд с собой. Красиво. Вот поэтому еще недавно они чуть ли не дикарям были, да? Хотя во Франции, конечно, его бы повесили, Селина, а датчане всего лишь в хибару. Во Франции там все бабы под нацистов легли, когда они зашли в Париж. Да. И там потом рождались такие дети маленькие. Фашисты. Дети. Я бы зиганул, но вроде нельзя на камеру. Нельзя. Не буду. Не буду. И я не буду. Артем, зигони. Не надо. Так, все, по актуалочке поехали. Так на фашисты похожи. Мне вот этот хьюкобосс, наверное, расшил вот эту жилеточку. Так, смотри, есть такая цитата в замечательной книге Ричард Третий. Когда выносят приговор, если не ошибаюсь, Хестингсу, вот, и писец, который выходит там читать приговор, говорит о том, что еще вчера все думали по-другому, а сегодня Хестингс обвинен, типа, уже полностью безоговорочно. Ну, времена, дурак, и тот увидит, что судьи сплутовали в этом деле, но и смельчак не скажет вслух. Я вижу, да, мир трещит по швам, не стало скреп, хоть видишь сло, молчишь, как будто слеп. Вот, сейчас же тоже все видят, что происходит что-то не то. И, ну, как, ну, не то, что молчат, ну, кто-то выходит на какие-то там митинги, но они выходят ради фоток в Инстаграме, там, и все такое. Но никто не делает каких-то активных действий для того, чтобы действительно там всем рассказать, что, ребята, происходит зло. Ну, Навальный же делает активные действия и рассказывает. Ну, Навальный делает, но он, типа, такой один маленький. Он, значит, но, да, значит, но. Ну, да, но хотелось бы, чтобы было больше, наверное, таких людей, нет? Слушай, вот ты сказал... Это я не навязываю, я спрашиваю, я не навязываю ничего. Ну, там изначально, мне кажется, ты немножко преувеличил, ты говоришь, все видят. Ну, значит, не все видят. Или видят, но это их устраивает. Что можно, зачем людям навязывать что-то, если их все устраивает? Если их устраивают, типа, окей, у нас же, типа, демократия, это общественный договор. Так, может, им Бекингем запудрил голову? Показал? Ну, слушай, к сожалению, типа, у нас вот демократия, и считается, что каждый человек... А ты думаешь, что у нас демократия? ...сам за себя решает. Да, ну, слушай, одна из форм. Ну, такая... Одна из форм. Слабенькая. Ну, типа, у нас есть одна партия на выборах, и остальные пять, которых могло бы не быть, в принципе. Ну, то есть, типа... А в Соединенных Штатах две партии. Хотя бы. А сколько в Луганде партий? А там демократия? А в Луганде? Людей все устраивает. Мне кажется, по большому счету, людей все устраивает. У нас такое большинство, и стоит смириться с этим пока что. Ты за кого, блядь? За меня или за него? Тут вопрос такой. Ты либо как бы... Вот у нас у многих людей, которым кажется, что они видят больше, чем другие. У них вот эти стандартные русские химеры. Мессианство присутствует. Сейчас мы всех научим. То есть, вот вы не видите, а мы, значит, видим. Возможно, кто-то больше видит, но ты ничего не сможешь другим доказать, пока они сами до этого не допрут. А вот большевики тоже, да? Они были маленькой партией, пришли и говорят, сейчас мы вас всех ради всего самого хорошего всему научим. И чему это все привело? Они во имя всего хорошего натворили делов. Я видел недавно такой мемчик забавный, где в Буденовке чувак сидит, и рядом с ним такой какой-то там усатый крестьянин. И говорят, типа, уважаемый красноармеец, у нас все, у нас голод, всем в стране нечего есть. И он так со слезами всем, наконец-то все равны. Ну, как бы, да, говорят, что Советский Союз это равенство какой-то бедности. У многих из нашего поколения есть ностальгия по Советскому Союзу, которые никогда не жили в Советском Союзе, ну там, типа, толком, да, в сознательном возрасте. То есть, когда развалился, ты вот только там родился. Слушай, с каждым годом у меня этой какой-то ностальгии становится меньше, потому что ты понимаешь, что не то, что сейчас мы лучше живем, а все-таки, ну, типа... Ну смотри, вот можно я перебью и назову, вот, собственно, пример о том, что, допустим, там, ты не хочешь заниматься музыкой, там, а ты хочешь просто вот жить, работать, там, завести детей, чтобы они завели детей, и потом все это сделать, там, умереть на своей, там, шестисотках. И, то есть, ты заканчиваешь там универ, тебе дают распределение, там, за протяжение пяти лет дают квартиру, потом достаешь в очередь на машину, потом тебе дают дачу, и ты, как бы, умираешь счастливым человеком, который по этому плану все выполнил. Вот для таких людей же Советский Союз-то идеальная вещь. Ну, безусловно, да, только... Так, а таких большинство в России, опять-таки, о чем мы говорим, нет? Черт знает, я вот не готов как-то говорить за всех. Часто уже люди, они могут только рассуждать о своих представлениях о том, как они жили, да? И понятно, что я не буду, типа, говорить ничего плохого про, там, молодость, там, наших родителей, которые говорили, что у нас было все хорошо, и мы жили счастливо, типа, это отлично. То есть, они не жили при тирании, они жили, вот, там, все было хорошо, как бы, ну, типа, что, зачем, зачем возвращаться в прошлое и что-то там надрачивать на какие-то вещи, которые и так искривлены в сознании, там, только вычленяется все самое лучшее, там, а то, что, там, у людей, там, были одни и те же вещи на всех, да? Да, это как бы... Ну, а то все равны. Ну, все равны, как бы, люди не должны быть равны. Не, но все равно таки не все. Людям должны предоставляться равные условия для того, чтобы они могли реализовать свои внутренние потенциалы, а не чтобы все были равны. Это неправильно, люди вообще не равны. Ну, как бы, у всех разные условия. Кто-то кому-то повезло, кто-то добился чего-то, там, большого, кому-то не повезло. И он, там, типа, равен в своем невезении с другими такими же... Я не знаю, почему, ну, люди... Это просто хорошее... Вот, фильмы же снимают про это все, про брежневское время, там, и так далее. Я думаю, это снимают потому, что вот эти все вещи, про которые они рассказывают, они знакомы многим людям. То есть это так называемый, типа, скрепа, да, через которую они могут коммуницировать. То есть все знают вот это время, там, какая-то часть, больше половины населения, да, и они смотрят этот фильм, потому что смысловой ряд им понятен. Если они про современность сейчас будут что-то снимать, то они какой-то срез просто субкультурный, потому что люди очень по-разному живут, там, рэперы одним образом, там, какие-нибудь поэты, хотя вроде они рядом, да, поэтическая тусовка, там, вообще по-другому живет. У них там свои люди, там, свои структуры, свои, там, сборища и так далее. И они не пересекаются, хотя вроде и те каким-то образом с культурой, там, и со словом граничат, да, и эти. И, соответственно, если они что-то снимут про современность, а не только про какой-то один кусок, ну, то есть если они это хорошо и талантливо сделают, снимут, и оно не будет, как бы, интересу многих соответствовать, да. А вот они снимают про вот это все, что известно, и, как бы, смотрят аудиторию, потому что они им же рейтинги нужны, да. С чего мы начали? С Ричарда III. Ебаного. Мы приближаемся к концу книги. Ричард III. Вильям наших спин. Вот так вот, да? Уже конец. Уже конец, да. А, кстати, там конец достаточно сумбурный. Ну, смотри, в конце происходит восстание многих королевств, собственно, которые, вот, там, в составе Англии есть. Потому что, ну, наверное, там не объясняется, почему происходит восстание каждого королевства. Наверное, потому что Ричард перегнул конкретно. Он, блядь, завалил детей, он завалил жену, он завалил почти всех своих соратников. Он, в конце концов, горбатый. Вот, и, собственно, все восстают, и начинается замес, в котором Ричард III поражен. Ну, там ты немножко перескочил, там хороший момент был, когда у своего конкурента он пытается, как бы, женщину женить на себе, как ее там называли. Леди Анна, там уже все, как бы, дочь, как бы, легла под морюку. Игизареветы, нет? Да, игизареветы, я не помню, если честно. Да, и, как бы, он понимает, что если он с ней вступит в брак, тогда он это, и тут, как раз, он выдвигает свои войска. Да, причем немногочисленные на тот момент еще, да, на, как бы, на Глостера, и вот, и потом, когда его предают уже все на поле боя, многие, да, он, как бы, погибает. Кстати, самое интересное, что вот так все достаточно подробно расписано, как он шел к этой власти, как у всех падения очень быстро, то есть даже никакой сцены на поле боя, да, там он был просто убит, но он погиб. Они даже не описали, как он был убит, просто там входит в шатер Кричман и говорят, он убит. Да, он убит, но он, конечно, сражался до последнего, и вот там же вот это пошло, там, типа, в перевод, да, вот этот неправильный, там, коня, там, полцарца за коня, он там говорит, корону за коня, да, полцарца за коня, там, ну, типа, якобы оттуда, но не оттуда. А я всегда знал корону. Ну, корону, да, да. Так вот, смотри, собственно... Там где-то есть в других переводах венец. Венец? Венец. Венец там снимает с него, если не ошибаюсь, ну, короче, да, не важно. Вот, собственно, происходит вот это все финальное восстание, все эти финальные драки, и, собственно, хотел задать тебе такой вопрос, раз мы про актуалочку, раз я про актуалочку, что должно произойти в нашей отдельно взятой стране, чтобы восстали королевства? Ну, типа, должны убить каких-то детей, там, я не знаю, должны начать, должны начать убивать. С целью, как бы, тирана, что ли, свергнуть? Ну, типа того. Ну, какого-нибудь тирана, который будет потом, допустим. У нас появился тиран, допустим, его надо свергнуть. Ну, типа, сколько можно заебывать русских людей? Типа, где вот этот предел, когда они такие, все, нет, вот это точно все, блядь. Ну, это же очень часто случается спонтанно, любые восстания какие-то происходят. То есть, как эти ёбаные легендарные червивые макароны там на Потемкине. Они восстали из-за макарон? Да. Ну, типа, там же... Расскажи. Ну, в смысле, там же все восстание произошло, потому что повод принес им еду, а там было какое-то тушенка, в которой, типа, червики белые. Расскажи, они решили... Вол, 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 заебало. Это последняя капля, брат. Ну, очень же часто, все равно, есть какой-то предводитель восстания, который эту всю... Так, видишь, получается, что, типа, ну, в России это все... Ну, то есть, есть Че Гевары, который берет с собой 37 человек и все, блядь, делает. А здесь, мне кажется, должно как-то, ну, в отдельно взятой стране какой-нибудь, допустим, условно большой, типа, должно вспыхнуть одновременно и со всех, там, типа, что вы там рассказали, а вот в столице произошло то-то, и Омск такой, ёпт, твою мать, вот это мы и ждали. А мы че, хуже, типа, да? У нас почти было, вот, с Кемеровым у нас случилось. Так, ничего... Еще один такой триггер. Все сразу вышли. А, еще один такой триггер, и все. То есть, нужно, чтобы умерл... Политологи охуительные тут собрались. Два жалких интеллигентишка, Один в БДСМ каком-то костюмчике, другой алкаш. И тут судьбы России. Все нормально будет. Потихоньку смягчение нравов. Заживем, как в Дании. Всех врагов в рот будем ебать. Бишкек, столица новая. Что мы... Да все, что хочешь, может произойти. Я хуй его знаю. Это вообще Бишкек показывают. Бишкек. Вот так. Почему? А, это антихайп. Да. Кингисеп. А это буква К? Только в другую сторону. Блядь, он даже Кингисепт орвал, я не могу. Так я для селфи, я же для селфи, блядь, это делаю. Когда селфи, тогда селфи. А там в другую сторону, да? Да. А как ты делаешь селфи? Тихо! Блиц! Слушай, все происходит непонятно. Нахуй это дело. Блиц! Я называю цитаты из книги. Да. Ты говоришь, согласен ты с ними или нет? Давай. Можешь, в принципе, объяснить? Можешь ничего не объяснять, просто сказать. Это, блядь, правда, брат. Беда, коли муж под каблуком жены. Да, конечно, беда. Серьезная беда. Зверь самый лютый, жалости не чужд. Я леди чужд, а значит, я не зверь. Слушай, охуенный, Панчлан. Мне нравится, мне нравится. Это, собственно, это из Китапа. Когда он ледиану клеивал. Он не то, что клеил, он ее добивался. Прям таки, через серьезный. Если бы она взяла меч и заколола его. Он знает про баб что-то такое, чем у него. Он знает, да, знает. Мне кажется, если у тебя с детства горб... Она же взяла и выронила меч. А, ну вот, видишь. Если ты с детства такой, которого там все щемят, тебе как бы все прям некомфортно жить, ты все узнал про людей. И ты можешь все... Когда ты вырастаешь, ты уже можешь просто со всеми работать. Как пиздец. А ты думаешь, прям так щемили его? Все-таки он... Все-таки король? Принц или кем-нибудь? Он там... Он братом короля был. Я не знаю. Вообще, на самом деле, по-хорошему мне нужно было перечитать, конечно, всю эту историческую подоплеку. Но что-то я затупил, потому что я хуелый ведущий. Да похуй. Да похуй. Когда в стране все плуты вышли знать... Блин. Занувь. Когда в стране все плуты вышли в знать, что остается знать? Выйти в плуты. Какой-то палиндром такой, да? Смысловый. Так. Ну, блядь, я должен согласиться? Да, может, да, уже там чуть-чуть осталось. Что совесть, слово, трус его придумал, чтоб храброго и сильного пугать? Да. Так точно. Там же, кстати, в конце, в самом... Ну, это, собственно, в конце и говорит Глостер, да. Там про трусы еще два раза было. Да, да, да. Сначала, когда шли убивать Хлореса. И вот это в конце слова Глостера. И в конце, да. Кстати, они, да, интересно перекликаются. Про трусы. Когда его впервые, да, в жизни, это как бы угрызение совести какие-то. Ну да, когда тени... Вот хуево ведущие там охуенные бассейны, когда они перед финальным сражением... Так. Тени всех этих... Да, духи приходят. Я сознательно это пропустил, потому что все говорят про это. Про тени там... Ну, слушай, а мы, блядь, не говорим. А мы не говорим про тени. А мы не говорим. Мы про сексизм у Ричарба Третьего. Тени, нахуй. Так, смотри, еще... Так, 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 что же мне здесь-то было интересно. Умру, кто пожалеет обо мне? И как жалеть, когда я сам к себе не чувствую и тени, к сожалению? Ну, так и гениально. Он такой, понимаешь, он все это презрел. Вышел, не надо его жалеть. Он такой идеальный злодей просто такой. Знаешь, театральный. Которого так любишь немножко. Не, ну он действительно хорош, да. То есть, я... Не, ну пока как бы он не начал гасить детей. Вот это была такая неприятность. Хотя, не, ладно. Дети даже пофигу на детей. Но когда он своего корюша, который, собственно, вознес на престол, убил. Вот это уже думаешь... Он же чужими руками. Ну, так все равно. Типа не сам, да? Причем он же даже... Да нет, смотри, ладно. Он же обещал Бекингему, получается, графство. Обещал графство. А он, ну ладно бы, дал ему графство, чтобы он насладился, типа, жизнью. И потом убей. Так он даже графство не дал. Он просто убил. Да, просто искать. И, да. И, да. Вот это подбук. То есть, такое, да. Так, две цитаты у нас осталось. Кто с рамом жил, в асраме и умрет. Так оно и есть. И последнее. Не побежден и смертью победитель. За победу. Посмотрим. У меня пустой стакан. Сука, скомкали вас в летнюю хуйню. Да и Вовка. Капычная смерть такая. Жалко. Спасибо всем. У нас был Замай. У нас был Артем Мордунов. Без переплета. Смотрите нас. Воспект. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok